Святитель Иоанн Затаус сказал, что есть три пути спасения. Первый путь спасения, чтобы не грешить. Второй путь спасения, кто зарешил, должен покаяться и принести достойные плоды покаяния. То есть за каждый грех пострадать или загладить добрыми делами. И третий путь спасения, кто плохо кается, тому необходимо терпеть поношения, оскорбления и всякого рода болезни. И для нас Господь сказал такие слова, многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное. Этим скорбным путем прошел сам Господь и закончил земную жизнь распятием на кресте. И Матерь Божия страдала, и апостолы были гонимы, и сколько последователей за Христа. Все скорбели, всех мучили. Не то люди мучили, а то, бывает, и бесы через людей мучают. Разными путями. Вот такой путь христианина, путь в обители только через страдания. Потому что у нас много в жизни бывает всякого рода неприятностей. Как приятно смотреть на того христианина, который всецело отдался в руки Господни. И что бы с ним ни случилось, любая беда, любая неприятность, не то болезнь, скорбь какая-то пришла в дом, Настоящий христианин принимает с радостью, как от руки Господней. Знать, что Господь попустил за грехи. А радость в чем? В том, что Господь послал такую великую милость, где есть возможность за свои грехи пострадать временно. И Господь даст вечную радость. У каждого есть своя скорбь. Чуть какая скорбь, неприятность. Все, мы уже в истерике, в обиде на ближнего, лежим уже в изнеможении. Вот слабы, какие мы с вами. Христианин должен в лицо встречать все скорби и принимать их с радостью, но ни в коем случае в душу не принимать, а пускать их мимо, как дорогих гостей. Должен проводить их. И если будем помнить, что без воли Божией, как Христос говорит, ни один волос с головы не падает, что все волоса на нашей голове Богом сочтены. Он знает их. Мы даже этого не знаем. Господь знает все движения нашей души, знает все наши мысли, тайны сердца. Мы насквозь Богом пронизаны. Мы Божие дыхание. Наша душа. Это же Божие дыхание. Наша душа – гражданка неба. А тело – это одежда нашей души. Мы думаем только о плоти, думаем только о земном. А Господь что сказал нам? Прежде всего ищите Царство Божие, а земное все приложится вам. И вот когда мы нарушаем закон Божий, ищем только земное, тогда и небесное теряем, и все земное. Ведь сколько людей, не жалея сил, здоровья, даже своей жизни, рискуя ей, рискуя своей жизнью, для того, чтобы здесь на земле больше своей руки взять. А все это через пальцы утекает, и ничего не держится. Но самое страшное, что в душе нет мира, нет покоя. И вот как раз святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Вы прекрасно знаете, что в царских чертогах люди имеют довольствие во всем, и там уныние, отчаяние, тоска и кончать жизнь самоубийством. Оказывается, что вся жизнь то не в материальных благах, а вся жизнь в Боге. Если Господь не даст благодати, то радости мы никакой не получим. Смотрите, дорогие братья и сестры, когда наша Россия попала под сатанизм, когда у нас государственный атеизм стал, это значит государственный сатанизм. И массу людей огромную отравили этим ядом учения. Пролизовали душу. Самый основной орган – это веру. И в настоящее время очень много говорят о Боге и по телевидению, и по радио, пишут в книгах, а человек стал ходячим трупом. Тело еще живое, а душа уже мертвая. Человек не видит, не слышит и ничего не чувствует. Это самое страшное состояние человеческой души. Самое великое наказание для человека – это когда в нем нет веры в Бога. Вот что страшное. И огромная масса людей пролизовано. На опыте покажем так. Когда паук сплетает паутину с определенной целью, чтобы попасть, чтобы попалась насекомая. И вот, когда насекомое попадает, он пролизует ее в голову и спокойно уползает. И знает, что это насекомое не вырвется никуда, но дергаться будет. Она пролизованный понимает уже. А потом со временем очередь дойдет до нее, ее съест. Вот так он живет. Точно так же и в нашей России были расставлены везде сети безбожия атеизма. И кто попадал туда, пролизовывали в голову, начиная со школы. И вроде бы себя считаем грамотными, образованными, учеными, но мы пролизованы, пропитаны грехом. И вроде бы где-то понимаем, что Бог есть, но вырваться никак не можем из этих сетей. И вот мне часто приходилось встречаться с людьми, когда говоришь о Боге, в любом транспорте, обычно говорили так, если бы Господь был, то мы бы так плохо не жили. Почему так Господь попускает? Такие бывают большие раздоры, нищета, убийства, грабежи идут. Где же Бог? Почему это допускает? Вот такие вопросы задают. Или говоришь, что за грехи людей все это делается. А то когда была война, куда Бог смотрел, сколько лилось о крови, сколько душ погибло, говоришь, что это за грехи людей. Хорошо. А дети в чем виноваты? Говоришь, что грех родительский до третьего, четвертого колена отражается на детях. И вот эти вопросы все очень интересные. Говорят, если Бог был, почему Он так жестоко поступает с нами? Да если бы Господь не помогал, сами себя все бы уничтожили. Предатель на предателе сидел. Сын отца предает и его расстреливает. Дочь, мать, отец сына. Кругом все уже погрязли в пороках, страстях. Дошли до полного сумасшествия. Нужно было народ пробудить. Все шли в бездну, в ад. Как же нужно было спасти людей? И Бог, будучи полнота любви, все-таки народ стал спасать. Проснулись все люди. Вот до какого безумия может дойти. И в то же время говорят, а куда же Бог смотрит? И в настоящее время. Ведь народ не думает о том, что надо спасти душу. Не думает о вечных адских муках и о блаженстве рая. Не думает о потустороннем мире. А цель одна. Создать все блага на земле. Жить только здесь. Никто не думает о спасении души. Уничтожает друг друга. И вот когда человек себя ставит на место Бога, на первое место, а Бог на втором месте, и говорят тогда, а почему же Бог не помогает нам? Я просила квартиру, мне не дает. Я просила мужа, чтобы он выздоровел, а он не выздоровел. Или, как одна сказала я, в 12 лет просила Бога велосипед, он мне не дал. Значит, его и нет. В чем же здесь вся причина? Человек сам себя ставит на место Бога и требует, чтобы Бог служил человеку. Не человек Богу признавал, как своего отца, а чтобы Бог служил нам и исполнял наши все капризы, все наши страсти. Если он не исполняет наши капризы, значит, его и нет. Вот так извращенно можно понимать о Боге. Поэтому и Господь не исполняет наши капризы, когда у нас все перевернуто вниз головой. Знаете, однажды мухи собрались на потолке и говорят, интересно, как народ живет? Все ходят кверх ногами. Вот и так мы понимаем с вами в этой жизни. Для того, чтобы спасти душу свою, как же нам надо жить? Для того, чтобы нам не бесноваться, никого не обвинять, и не ставить себя на первое место. Все православные христиане и святые отцы, они как же жили? Они жили по воле Божией, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. Когда человек живет по воле Божией, что бы с ним ни случилось, обокрали его, избили его, мало ли что там еще может быть с ним. Говорят, Господи, да будет воля Твоя святая, не как я, а как ты. Ты знаешь, что мне полезно. А поскольку мы не воспитаны в православном духе, нам угодить нельзя. Ведь смотреть, когда человек беснуется, чем-то недоволен, падает в уныние, в отчаяние, это он находится в страшнейшей гордыне, он испорченный, он больной душой, поэтому у него идет беснование, в уныние падает, в обиду. Почему не так, как надо? Почему это все не по-моему? Почему меня не берут туда-то, туда-то, туда-то? Говоришь, что Господь положил на сердце человеку взять тех да тех. Если бы нужно Господу Богу угодно было, тебе бы сказали, взяли бы тебя туда. Как в монастыре приходят, говорят, одному монаху, который имел на себе подрясник, весь старенький. Говорят, пошел бы к настоятелю, сказал бы, что подрясник-то старенький, он тебе сшил бы новый, а он говорит, если Господу угодно будет, Господь ему внушит, и мне сошьет новый подрясник. Значит, мне надо смиряться и не дергаться. Вот так люди правильно живут и идут по пути спасения. Когда увидите человека, который бунтует, это человек больной душой, он парализованной гордыней, все должно совершаться только по его воле, тогда все хорошо. Конечно, есть еще и другой сорт людей. Допустим, человек раньше, но по-нормальному, по-божьему, написал какую-то книгу. Он свои не ставит ни фамилия, ни имя, свое не ставит. Сделал какую-то машину, старается это все по славу Божию. Как однажды нашли замок большой, старинный, 200 лет ему, а когда вскрыли, а там внутри написано фамилия, имя, отчество. Вот так мастера жили, чтобы никто их не прославлял. Написал человек икону, имя не пишет свое, чтобы никто не знал. Вот это тайна Божия. А то мне пришлось сегодня сказать, что вот песнопение одно очень хорошее, пропели. И вдруг мне этот человек говорит, а ведь это не они пели, а это моя инициатива. И это было до слез. Вот такая испорченность. Надо подчеркнуть, это вот моя работа была. Люди все делают и пишут книги, иконы пишут. Какие-то многие дела делают во славу Божию, а не в свою славу. Себе ничего не приписывают. И тогда душа спокойная и хорошая. А все, кто старается свое имя показать, это гордыня. И никогда душа не успокоится, она будет уязвлена со всех сторон. Вот предаться надо воле Божию и жить по воле Божией. И тогда все становится на свои места. И не надо будет дергаться, не надо будет обижаться, психовать, волноваться, что я 20 лет тружусь, я все здесь переделала, а обо мне никто и слова доброго не сказал. Да все, ты трудилась во славу Божию и награду должна принять не здесь, на земле, а на небе. Это пустосветы, которые ждут на земле славу. Какой там это все пустое, все пройдет, надо всю награду получить от Бога. Вот когда душа успокоится, когда все целы, предадимся воле Божию, тогда все будет на душе радость, мир и тишина. Храни вас все, Господь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова